Вы смотрите проект «Объективно» на ОНТ. Министерство образования выступило с инициативой Этического кодекса педагога средней школы. Проект документа содержит 4 блока этических требований, всего 40 пунктов, которые касаются личности педагога и его отношения с коллегами, учениками, их родителями. Проект опубликован в интернете, замечание до 1 марта может предлагать любой, так что наше общение в студии вполне можно считать элементом такого общественного обсуждения. Присоединяйте, что вы думаете по этому поводу, если смотрите нас в YouTube, оставляйте комментарии. Ну а в студии мы говорим на эту тему с гостями. С нами одна из авторов Этического кодекса, педагога, завкафедры современного естествознания Республиканского института высшей школы Ольга Григорьева, начальник Центра развития педагогического образования Педауниверситета Александра Позник, преподаватель, представитель общественно-консультативного совета при Министерстве образования Андрей Григорьев, а также психолог Павел Загмантович. Приветствую всех вас. Вот правда, Ольга Николаевна, как к разработчику к вам обращаюсь, хочется разобраться, что же это за... за кодекс такой. Речь идет, в частности, в одном из разделов о том, что педагог должен быть тактичен, должен быть... уважительно должен относиться к обучающемуся. И я скажу, что вот если смотреть анкетирование, оно регулярно проводится среди студентов, например, среди школьников, то самая рейтинговая позиция, которую они отмечают, самая важная для них, это доброжелателен учитель, внимателен... Ольга Николаевна, неужели для этого нужен целый кодекс, чтобы такие очевидные вещи учителю, которые сначала учатся, потом много лет... Есть же люди, которые много лет, они сами должны транслировать эти ценности, и нас всех, и детей учить, и нас, и родители в том числе этому. Ну, я думаю, что вот это как раз особенность такая. Большинство педагогов, конечно, осознают и понимают свою миссию. То есть это приходит, когда они начинают обучаться. Но, с другой стороны, есть вот это понятие в этике, диантология, когда мы говорим, а есть долг, есть обязательства. И кодекс, и правила этические, они в каком-то смысле напоминают педагогу об этих обязательствах. Без давления, скажем так, без каких-то административных последствий серьезных, но они еще раз акцентируют на этих важных вещах. Вот давайте это обсудим вместе, да, пожалуйста. Если позволите, я хочу поддержать Ольгу Николаевну. Дело в том, что мы рассматриваем кодекс не только как некие предписания для поведения. Кодекс — это свод правил. И, безусловно, педагоги, работающие сейчас в нашей стране, они высокообразованные, они морально-этически развитые личности. Это соглашение, это некая декларация о том, как мы предполагаем дальше работать и существовать в нашей профессиональной сфере. И я добавлю, если позволите, очень важный, вот вы, Дмитрий, об этом обмолвились, вопрос об подготовке, об обучении следующих поколений педагога. Я работая в педуниверситете, должна сказать, что такой кодекс, такой свод правил, он важен и в процессе обучения, подготовки будущих педагогов, чтобы к нему обращаться как к некому легитимному, какому-то вот общему соглашению, к которому пришли наши профессионалы. Слушайте, ну нет ли здесь противоречия? То есть вы, с одной стороны, говорите, что у нас очень много квалифицированных преподавателей, они это все знают, а с другой стороны, мы вводим кодекс. То есть для чего это? Вот для меня это как бы показатель того, что, знаете, мойте руки перед ледой, и у вас не будет никаких бактерий. Тем не менее, это работает всегда. И потом, опять же, если вы говорите для молодых преподавателей, то не будет ли наиболее разумным как раз-таки выделить это в отдельную дисциплину и, собственно говоря, не вводить никаких дополнительных документов. А с другой стороны, чем плохо, Андрей Владимирович? Ну, появится этот кодекс, а чем плохо? Ну, я не вижу особо, понимаете, мы вмешиваемся, то есть введение кодекса, как я понимаю, вмешиваться в этическую сторону. Человека нельзя научить этим вещам. То есть получается, что мы пытаемся с вами регулировать какие-то вещи, которые не подлежат регулированию со стороны государства. Вы хотите сказать, например, что если сейчас мы введем кодекс, то не будет никаких вот случаев, таких, о которых известные случаи. Ну, да, да, да. То есть что все плохие учителя, ну, грубо говоря, плохие, вдруг станут вежливыми, и у них нимб появится над головой? Нет, конечно. Можно я внесу противоречие всем присутствующим? Простите. Я, безусловно, согласен с необходимостью кодекса, который был бы где-то в рамке, и мы могли бы на него ориентироваться. Но кодекс не решит вообще никаких проблем. Здесь я согласен с вами. А почему? Потому что проблема не в этическом поведении. Этическое поведение – это следствие того, что происходит с учителем. Я учился в педагогическом, я преподавал в школе. Недолго, но преподавал. Я преподавал в ВУЗе. Основная проблема любого человека, из-за которой требуется кодекс, это готовность его к этой работе, физическая готовность. Учителя чудовищно перегружены. Человек, который работает в таком режиме, у меня было 8 уроков в день, когда человек работает в таком режиме, уже к пятому уроку он слишком напряжен. В этом случае любой раздражитель, абсолютно любой, становится чрезмерным. Свет, звук, шорох где-то там на задних рядах. И у учителя падает планка. И это кодексом не регулируется никак. Вообще, в принципе. Поэтому кодекс, это хорошо, это нужно, но это никак не поможет. Ну, такие заявления чудовищно перегружены, они, может быть, несколько декларативны. И мы говорим о том, что у педагогов должны быть... Это профессионалы, у которых должна быть сформирована профессиональная компетенция, как справляться с перегрузками. И еще раз... Если не формируют. И еще раз повторяю, нет, тут я с вами поспорю, как представитель педагогического... Много предмета, учившего бы нас преподавать, непосредственно в работе с аудиторией, с классом, учившего бы как-то восстанавливаться. Нам читали про Яна Амоса Каменского, я до сих пор его помню. Все меняется, и поверьте, если сейчас... Нет того практического занятия, например, с решением вопросов, то есть разыграть ситуацию, если у тебя ученик ведет себя неадекватно, то есть то, что ты должен делать, такого нет. Конечно. Это было, все меняется. Конкретный пример, сидят, смотрят нас сейчас учителя. Я уверен, я соглашусь, наблюдая со стороны сугубо, безусловно, здесь есть специалисты, профессионалы, которые могут меня поправить, но я считаю, что нагрузка очень высокая на учителей, по-прежнему они много пишут отчетов, у них есть общественная какая-то нагрузка, и те, у кого это призвание, они с этим справляются удивительно и не стонут. А у кого это просто профессия, им тяжело, но нагрузка высокая. Ну вот возникла ситуация, появился хам в классе, который дискредитирует учителя, мешает ему проводить уроки, и она один на один с ним. Вот как ее будет себя вести? Как правильно будет? Не подзатыльник же ему ответить? Нет, конечно, но здесь зависит от ситуации, это сложно прямо так вот предложить готовый рецепт. Хорошо, вот я предлагаю. Я предлагаю. Она оставляет их, идет к директору, парня забирают при свидетелях, отводят, вызывают родители, решают вопрос. И у нее продолжается учебный процесс. Зачем ей портиться? Должно быть четко прописана инструкция. Дорогие коллеги, я с вами согласна. Не просто прописаны инструкции, а современный педагог должен владеть очень большим количеством кейсов, то, что мы сейчас называем кейсами. Мы все с вами заканчивали педагогические или какие-то еще специальности, которые привели нас в эту профессию. Конечно, тогда, может быть, мы основывались только на Яне Амосе Каменском, но жизнь меняется. И сейчас у нас в университете, педагогическом университете, на педагогических специальностях есть такое понятие, как практика ориентированности, компетентностный подход. И это работает. Все образовательные программы сейчас переориентированы на это, на компетентностный подход. Это значит, что наши студенты погружаются в реальную практику. Наши студенты не просто слушают лекции. Наши студенты постоянно находятся в ситуации решения кейсов. И вот этот навык решать множество различных ситуаций педагогических, то, что мы называем кейсами, вот этот навык быть готовым к решению таких ситуаций, это та самая основа для устойчивости педагогов в неустойчивых и неожиданных форс-мажорных ситуациях. И я бы хотела добавить, что мне кажется, мы слишком много возлагаем на данный кодекс, хотя я подчеркиваю, что он называется правило. Это правило, и все-таки, возвращаясь к мысли о его необходимости, конечно, он не решит проблем. Конечно, он не научит будущего педагога, как справиться в ситуации, когда ученик залез под парту. Или студент грубо вам ответил, или демонстративно вышел из аудитории. Но эти правила еще раз просто обращают наше внимание о долге преподавателя. И все-таки, да... Чье внимание можно спросить? Да, я хочу договорить сейчас... Внимание родителей, учеников. Это не всеобъемлющий документ. Он не решит, конечно, всех проблем. Есть психологическая подготовка. Возможно, это говорит о том, что люди массово выбирают очевидный, но неправильный путь. Неэффективный. Хорошо, неэффективный. Давайте подскажем, а что правильно было? И опять же, я хочу спросить про внимание. Меня очень беспокоит этот вопрос, чье внимание вы пытаетесь привлечь? То есть у нас, получается, опять все собаки вешаются на учителя. То есть учитель должен, учитель должен, учитель должен. А дети что должны? А их родители что должны? Мне кажется, подождите, мне кажется, проблема заключается, и она появилась именно тогда, когда у нас очень много развелось так называемых диванных комментаторов, которые, и когда у нас стали слишком много позволять людям, не имеющим отношения вообще к образованию, приходить в школу, открывая дверь ногами, в том числе и родителям. И я боюсь, что вот этот кодекс, он станет очередной палкой, когда родители будут приходить и говорить, знаете, у вас вот там в кодексе написано. И это будет транслироваться не только родитель-учитель, но это будет транслироваться родителями дома, детям своим. И дети будут точно так же приносить это в школу. И к вопросу обычному, а почему меня вызывать от доски, будут обваляться вопросы, а что-то вы со мной плохо разговариваете. И не очень вежливо. У вас в кодексе там в функции 1.3 записано, что вы должны меня по голове погладить за это. Поэтому вот это еще один момент, который меня смущает. Мне бы хотелось видеть конкретные шаги. Что значит конкретные шаги? Ну, хотя бы вместо кодекса, я знаю, что эту идею очень не любят, но я считаю, что она будет правильной, это заключение договора родителей и школы, и в котором будет прописано по образцу, например, я очень хорошо знаю, как работают школы Великобритании, частные школы в том числе, там заключается договор многостраничный, в котором прописано все, начиная от поведения учеников, заканчивая поведением родителей, учителей, и, соответственно, если эти правила нарушаются, то какие будут меры. Вот, кстати, тоже мне очень интересно из кодекса, а меры какие будут, если учитель, скажем, нарушил его... Этическую комиссию. А, этическую. То есть мы будем создавать еще этическую комиссию, да? То есть вы представляете, сколько вот дополнительных вещей нам надо будет придумать? Давайте послушаем ответ. А что будет? Ну, я два. Хочу две ремарки, наверное. Ответ, возможно, это можно считать. Значит, во-первых, это рамочный документ. В нем достаточно обобщенные позиции, и одним из пунктов этого документа гласит, что учреждения образования могут и должны, наверное, создавать свои, разрабатывать свои документы, где они в том числе могут включить позиции, которые касаются защиты преподавателя от поведения обучающихся, некорректного и так далее. Вот. То есть этот документ, он только для... Там, кстати, в этом документе не указано об ответственности. Там нет этой позиции. Вот. На сегодняшний день в этих правилах нет позиции. А вот если мы берем документы конкретные, смотрим учреждения образования, мы можем увидеть, что они включают туда действительно такие разделы, где прописывают, что же делать, если создалась эта ситуация. Не очень понятно, зачем. Отвечу на ваш вопрос. Пожалуйста, предлагайте. Наша задача... Ну, мы ничего не можем сделать. Мы не министерство и так далее. Но наша задача – облегчать труд преподавателя. Человек, который работает с другими людьми, физически не может работать долго. Это очень тяжело. Будь то младшая класса, как в моем случае был, или тем более старшая, у преподавателя может быть там максимум пять уроков. У него не может быть походов по домам проверки, как живут школьники. Я понимаю, зачем это делается. Я считаю это правильным. Но я считаю, что неправильно, когда это делает преподаватель. У которого и так большая нагрузка. И когда у нас преподаватели будут не измотаны, я не говорю про зарплату, я говорю про нагрузку, когда они будут вполне себе успевать восстановиться, когда они могут готовиться так, как им нравится, а не в каком-то авральном режиме, тогда у нас просто меньше будет поводов для конфликтов. Я согласен насчет интернета и всего остального. Безусловно, все это было. Я закончил школу в прошлом веке. Я видел очень разных преподавателей, учителей. И у нас было очень по-разному, учитывая еще район, в котором была школа. Но при всем при этом, это никуда не выливалось. Это всегда оставалось внутри даже классов. И поэтому особой проблемы как бы не видели. Она была всегда, эта проблема. Просто сейчас она пошла в другую сторону. К сожалению, я же как модератор должен вас заодно сориентировать, что по времени не так много нам осталось, а хотелось бы, чтобы мы не на высокой ноте или на низкой закончили, а с какими-то выводами из того, что каждый с чем-то пришел на эту программу. А что произошло в таком случае с нашим обществом? В Советском Союзе нам не нужен был в нашей советской школе кодекс для того, чтобы учитель была уважаемой профессией, для того, чтобы после того, как учительница схватила парту, не вот этот случай, который мы все обсуждали когда-то, или стул там схватила она. И мы начали обсуждать, можно, нельзя. Тогда это быстро расставлялось на свои места. А сегодня мы придумываем кодекс для учителя, не зывая о том, что у нас очень странные порой бывают родители и дети. Мы вообще, у нас многое перепутало. Мне показалось в какой-то момент, мне, конечно, мне повезло с учителями у моего ребенка, но я слушаю других родителей, они говорят о том, что как-то ребенок ушел на второй план в школе. На первый план пришло знание. То есть дети стали флешками. У кого больше емкость, тот более способный. У кого меньше емкость, отойди в сторонку. И в итоге мы отдыхаем взрослые субботу-воскресенье, а дети пашутся для того, чтобы сделать домашку на понедельник. Я не говорю, я еще раз говорю, я согласен с тем, что не должен диванный эксперт учить профессионалов, как выстраивать его сферу, где он эксперт. Но что-то, наверное, происходит, раз мы придумываем кодексы, раз мы задаемся вопросом, почему родители себе позволяют того, чего раньше не могли себе позволить. Мы не потеряли главное. Вот что нам надо от нашей школы? Вот в первую очередь. Может быть, когда мы ответим на этот вопрос, мы подтянем все остальное. Ольга Николаевна, как бы вы ответили на этот вопрос? Таким образом к выводам перейдем уже сегодня. Ну, сегодня в нашем разговоре мы затронули очень много проблем, которые есть в системе образования. Мы говорим о нем, о загруженности педагога, о поведении родителей, об обучающихся. И мне кажется, что мы возложили на вот этот этический кодекс слишком много таких ожиданий. Тогда, может быть, не время им заниматься сейчас? Мне кажется, что вот эти проблемы, которые сегодня мы озвучивали, они требуют дальнейшего обсуждения и проработки. Они имеют место быть. Но в данном случае я, как внесший свой небольшой вклад в этот документ, увидела в нем обращение внимания на то, каким должна быть личность педагога, в принципе, какой он должен быть. И никто из нас не поспорит. И каждый из нас, вот и вы упоминались у ваших педагогов, которые остались у вас в памяти. Это не значит, что у нас все педагоги не такие. Нет, они, многие из них такими и являются. Межевые люди, они разные бывают. И они разные, совершенно верно. Но есть некие такие ключевые позиции, на которые вот этот документ обратил свое внимание. Благодарю. Андрей Владимирович, ваши выводы. Какая школа нужна? Ну, лично для меня нужна школа, где все, скажем, три составляющие основные. Это учителя, это дети и родители будут работать как единое целое по одной, по, скажем, для достижения одной цели. И при этом каждой из этих частей будут понимать, что, на что они имеют право и что они могут сделать. И, соответственно, будут четко понимать, какие будут последствия, если конкретные совершенно правила будут нарушаться. Но вот кодекс, с моей точки зрения, не решит эту проблему никаким образом, к сожалению. Это такая, скажем, ну, бумага, напоминание тому, какой должен быть преподаватель. Ну, это смешно. Александра Валентиновна, ваши выводы. К какой школе вы настраиваете своих студентов? Мы своих студентов настраиваем к школе, где профессия педагога – это в первую очередь миссия. В первую очередь профессия, которая всегда во все времена была уважаема. И какой-то небольшой спад интереса или престижа этой профессии в те или иные времена – это всегда исправляется. И вот сейчас мы наблюдаем очень большой интерес со стороны родителей абитуриентов к выбору педагогической профессии. Мы это видим на днях открытых дверей. Мы это видим по конкурсам, которые растут каждый год в педагогические вузы, на педагогические специальности. И мы готовим наших ребят быть не урокодателями, быть людьми, которые ценят и осмысливают свою профессию как миссию. Потому что вы сами сказали, родитель ведет своего ребенка в школу, и он ведь ждет не просто, чтобы ребенка наполнили как флешку, замечательная метафора. Он ждет в первую очередь, чтобы на его ребенка обратили внимание, чтобы увидели его уникальность, чтобы доброжелательно с ним общались. Это и есть миссия педагога, а не услуга образовательная, как сейчас часто говорят. Пожалуйста, как вы считаете? Я, кстати, хочу подчеркнуть, что я не против кодекса. Может быть, против того, что мы придумаем какое-то особенное значение. Правила всегда нужны и хороши. А что касается школы, которая нам нужна, то она, на мой взгляд, нужна эффективная. А эффективная – это значит основанная на проверенных, каких-то доказанных, желательно научно доказанных факторах. Например, о максимально допустимом размере класса. Например, о длительности урока. И все в том же духе. К сожалению, на сегодняшний момент я вижу, как получают, так и делают. Не потому, что так лучше работает, а потому, что так получилось. Я благодарю вас за то, что вы поделились своими мнениями, что вы были откровенными в своих позициях. В любом случае неизвестно, какая судьба будет у этого кодекса в ближайшие годы. Но очень важно, что мы обсуждаем эту тему. Нам правда всем надо разобраться, всему обществу, чего мы ждем от нашей школы, чего мы от нее хотим. Чтобы мы не оставляли учителей наедине с этим вопросом. И наших детей, которые одни учат, вторые учатся. Чтобы, как сказал правильно Андрей Владимирович, абсолютно это разделяю, чтобы вот этот вот треугольник замыкался на общей цели и задачи. Ни власть, ни государство, ни министерство, ни отдельные эксперты в отдельности на этот вопрос ответ дать не смогут. Это наша общая задача, как общество. Вот наша школа вообще, она будет всегда ровно такой, какой уровень развития нашего общества. Давайте развиваться в этом направлении, для того, чтобы получить максимально хорошую школу.